Всем привет, с вами снова Добрый Макс и мы продолжаем проходить игрушку Анепик, не эпичную игрушку Значит, смотрите, что я обнаружил что, в принципе, все комнаты я уже попробовал кроме вот одной, вот этой, на которой я оказываюсь собственно я-то думал, что там все уже прошел но, казалось, это далеко не так Я сейчас говорю, как вы поняли и, значит, по поводу так сейчас мне будет плохо, мне кажется вот, я говорю сейчас о задании забытого имя вот, то есть именно забытое имя сейчас я пытаюсь выполнить уже, наверное, несколько серий подряд так, сейчас самое главное не упасть так, и самое главное не насобирать на себя кровососов вот, то есть странно, почему я не проверил первоначально но, видимо, почему-то не проверил так, ну что ж, давайте попробуем это сделать отлично а, ну вот, пожалуйста вот и свиток так, и что же дальше то есть мы таким образом переписали, получается, да все, что возможно для выполнения задания так, ну что ж, круто значит, давайте посмотрим есть ли у меня свиток возвращения да, есть все, что угодно только не свиток возвращения, да да, совершенно верно ну что ж, это не вопрос давайте попробуем вернуться к Зоранут отлично и, соответственно, купим этот свиток у него отлично тем более стоит он всего ничего 5 монет между сериями я немножко пораспродался поэтому обратите внимание у меня теперь более-менее порядок в инвентаре но это, конечно, ненадолго, как вы понимаете так, ну да зачем я закрыл давайте попробуем воспользоваться этим свитком да отлично а, ты нашел его? да, твое имя Люкс Люкс, теперь я вспомнил премного благодарен, друг мой я снова в огромном долгу перед тобой у меня нет ничего материального, что я мог бы дать тебе но я поделюсь с тобой частью моих знаний используй их с умом вы получили дополнительные очки умений их можно распределить на странице персонажа круто ролевик со стажем вы достигли 10 уровня отлично ролевик со стажем прошу прощения так, ну и что ж получается, что у нас теперь у персонажа дополнительные очки навыков да, целых 9 и это круто так, куда же их использовать ну понятно, что наверное нужно прокачать все-таки луки до 9 уровня так, сейчас есть возможность прокачать доспехи то есть стать более таким мощным зельем так, даже не знаю, друзья давайте что сделаем давайте перед тем, как прокачиваться все-таки попробуем прогуляться к какой-нибудь к какому-нибудь классному торговцу чтобы принять правильное решение как вы понимаете так, а, ну да нас здесь ждет соответственно небольшой сюрприз так но мы не будем на него тратить время мы переместимся к атакам как мы это обычно делаем так, по-моему, вот сюда да нет же да, совершенно верно круто прошу прощения болезнь меня все еще не отпускает так, давайте посмотрим что мы здесь можем прикупить себе неплохого ну, штурмовой меч у нас уже один есть поэтому смысла здесь покупать его нет луки и стрелы вот давайте теперь посмотрим есть некий лук пронзающий реальность нужен уровень 8 для этого лука требование длинная стрела шанс критического попадания из лука плюс 5% вторая тетива позволяет вам пускать две стрелы за один раз однако требует больше времени для перезарядки вот есть, допустим, просто легкий длинный лук да нет, давайте, наверное, мы все-таки купим пронзающую реальность и заодно посмотрим нужно ли для него что-нибудь эдакое в принципе, вот у нас луки на девятом уровне можно было бы только до восьмого поднять но ничего страшного так, и давайте посмотрим может быть есть какие-нибудь доспехи чешуйчатые но здесь девятый уровень навыка нужен а у нас, в принципе, там есть доспехи которые уже одиннадцатый уровень навыка так, даже не знаю даже не знаю давайте-ка еще раз посмотрим так, вот эти доспехи здесь уровень 7 значит, плюс 100, плюс 100, плюс 10, плюс 10 здесь плюс 214 аж плюс 32, плюс 32 да, в общем-то, доспехи-то довольно-таки неплохие так, ну что ж, давайте еще раз посмотрим то есть для того, чтобы мне эти доспехи можно было бы носить нужно до плюс 3 прокачать их так, да я немного в таком замешательстве ну да ладно давайте пока не будем повышать это все для начала что? поменяем лук все-таки так, назначить горячую клавишу 4 отлично но при этом, вы знаете я думаю, что не стоит пока выбрасывать короткий лук потому что все-таки стрел мы насобирали очень много 300 поэтому, собственно, это было бы не совсем правильно если бы мы сейчас просто взяли бы и от него избавились так, ну что же отлично в принципе все довольно-таки неплохо складывается так так и насколько я понимаю здесь есть возможность по-моему вот здесь так, минуту нет это нужно делать не здесь так так, да по-моему, вот сюда нужно попасть в принципе можно было бы прокачать магию магия довольно-таки неплохо нам помогает да, вот таким напалмом буквально справились круто, да но по-другому нельзя как вы понимаете так, еще одни латы у нас уже двое лат так ну давайте так я что-то не совсем понимаю почему дракоша у меня бездействует так насобирали волшебных порошков так, да совершенно верно нам нужно вот сюда почему я здесь нигде не могу пробиться мне вот интересно да, ну что же вот в принципе так и не понял я каким образом мне нужно с ним справляться с этим монстром совершенно очевидно что мне здесь ни холодок ни дракоша в подмогу не подойдут поэтому, пожалуй давайте мы его отзовем даже не знаю да и вызывать его честно говоря не очень бы хотелось стрелами я так понимаю ему ну как бы бесполезно его бить так, смотрите отлично и что дальше и вот мы просто спрыгиваем так в нормальной жизни другой бы уже убился так а мы можем в этот момент биться мечом интересно да ну даже не знаю друзья давайте попробуем в любом случае как обратите внимание что все что возможно мы с вами уже прошли то есть дальше уже нужно идти отлично только довольно таки быстро мы тратим энергию точнее не энергию тратим конечно же а так ну вот видите вообще я даже не успел да довольно таки непросто круто даже не знаю что делать давайте попробуем еще раз да видимо этот мозг отнимет у меня все силы и между тем я так понимаю что а хотя нет смотрите то есть если он нас не забил до конца то соответственно есть возможность просто вернуться назад вообще есть магия лечения но я не думаю что удастся как-то каким-то образом ей воспользоваться есть 6 лечильных зелий надо просто видимо быстрее действовать я так полагаю а лук точно не помогает да да все таки лук крутой так так вот смотрите какой он настырный то есть он нигде нас не оставляет в покое отлично а прервать видимо его атаку можно только таким образом ударив по нему отлично но меж тем вы смотрите то есть сколько я у него отнимаю и сколько он у меня отнимает да круто ай да давайте еще раз попробуем все таки вот этот босс он самый крутой конечно ну наверняка ждет еще впереди еще что-то покруче скорее всего хорошо хотя бы что можно оперативно вернуться сюда не очень далеко все расположено ну хотя относительно каким образом вот этих вот товарищей победить я конечно без понятия можно конечно холодок использовать мне кажется да давайте попробуем это сделать только единственное что я не представляю каким образом нам нужно постоянно прыгать чтобы собственно их лучи они же не одновременно появляются так ну и что же немного времени давайте подождем так ну и между тем можно попробовать все-таки луком воспользоваться давайте так ну что же давайте отлично так вот это круто конечно зато получили красного волшебного порошка в избытке и золотого волшебного порошка в избытке да не зря зашли все-таки 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 не зря так ну что ж ладно наверное в любом случае надо что сделать сейчас спрятать снежка холодка точнее отозвать значит в любом случае давайте-ка мы попробуем изучить я не знаю поможет ли мне это каким-то образом ну давайте изучим почему бы нет значит доспехи до а подождите так мы даже не сможем их поднять ну в таком случае ладно давайте в целосложение вкачаемся на 11 уровне соответственно докачаем все назад но как бы доступны очки 1 да нет пока не будем распределять да я совсем забыл что здесь выше определенного уровня не поднимешься так давайте вернемся сюда значит и попробуем все-таки справиться с этим нейроном у нас сейчас здоровье побольше хотя здесь нужен конечно больше всего навык у меня пока не получается им воспользоваться ну неплохо неплохо все равно хотя бы теперь более-менее понятно каким образом это делать надо было сразу здесь с холодком решить довольно-таки простое решение было так ну что ждать давайте не будем времени в обрез просто так так он еще перемещается сейчас время потеряно просто потеряно что я делаю что я делаю отлично 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 знаете по 255 срубать когда он у меня столько жизни сразу уносит это что ж такое понятно что нужно передвигаться на другую платформу но как вы видите это бесполезно просто что-либо делать да 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 что же это такое да друзья если бы я еще не ошибался на каждом этапе пути это было бы вообще здорово конечно просто прелестно если сейчас ничего не получится то я постараюсь как-то за кадром это сделать потому что видите очень много времени отнимает именно потом возврат назад бежать да плохо что все-таки ну хотя бы телосложение подниму уже неплохо давайте знаете что сделаем раз уж так то давайте мечи прокачаем последним на последнем этапе последним точнее очком ну и давайте даже не знаю надо смотреть в какой стороне он появляется и в принципе единственный способ прервать его атаку это напасть первым ой да что ж такое ну понятно да друзья что вот вот в принципе если так вот поступать то ни о каком прохождении тут речи идти не может вот он сейчас побежал на другую платформу если бы у нас хотя бы были более-менее равные шансы вот видите что я делаю 483 но в любом случае это гораздо да что ж такое почему я не могу сделать элементарную вещь ой да что ж такое да туда бесполезно уже забираться ладно давайте немножко прервемся ну что ж давайте попробуем еще раз кстати говоря не удивляйтесь что мои комментарии будут наверное немножко не совпадать с видео почему потому что я их накладываю уже позднее гораздо ну после того как записывал почему потому что я провел несколько боев с нейроном и вот этот вот последний к моей скажем так радости к моему восторгу он все-таки закончился нормально поэтому соответственно я и решил записать комментарий потом ну что ж ладно давайте развернемся в игру значит нейроном победить довольно-таки просто оказалось если действительно знать что с ним делать что я имею ввиду действительно как мне правильно советовали все порошки нужно выложить ну за исключением пожалуй что зеленых на зеленые порошки я потратил очень много денег где-то около полторы тысячи видите сейчас у меня там а было когда я начинал ну что-то около двух восьмиста вот и собственно эти зеленые порошки нужны только исключительно для лечения и обратите внимание кстати что лечиться можно только в тот момент когда скажем так нейрон не повреждает мозг нашему главному герою вот сейчас если например я попробую подлечиться то у меня ничего не получится и вот только на тот момент да совершенно верно как только он ослабляет скажем так свое влияние на меня я могу успеваю там нажать дважды горячую клавишу чтобы успевать подлечиться вот соответственно если оставить бутыльки сначала я таким образом проходил в конце когда у нейрона остается совсем совсем немного энергии жизненной он заставляет меня эти бутыльки в беспорядочном количестве выливать я в этот момент сделать ничего тоже не могу и соответственно он за это время успевает повредить мне мозг настолько что главный герой возвращается собственно в начало вот ну и тем не менее справиться все таки удалось вы видите даже что я в общем-то и свитки особенно не использую потому что на них просто даже времени не хватает самое главное это просто успевать бегать за ним я еще свиток ускорения использовал использовал раньше может быть час или два часа назад но в результате так и не получилось нормально справиться почему потому что не привыкаешь к действиям героя и соответственно привыкаешь уже к тому что он бежит быстрее гораздо и вот такие вот видите ошибки как сейчас вот я не могу запрыгнуть на лестницу они случаются гораздо чаще ну это может быть еще и потому что навык игры у меня довольно-таки невелик вот ну и собственно мало того что видите да появляется жаждастом убийства что всю магию которую используют порошки нужно было исключить также нужно было убрать из инвентаря нимб вот сейчас вы видите он у меня на клавише 0 но тем не менее если например ну скажем так оставить его то когда у нейрона остается совсем-совсем мало жизни он просто-напросто выбрасывает нас к золотому кубу для меня это было большой неожиданностью я думаю что просто это определенная магия какая-то конкретная но нет каждый раз когда я ближе подходил процентов 5 оставалось наверное у нейрона энергии в любом случае меня выкидывало кубу обратно вот в общем как-то так ну сейчас вот я так думаю все-таки видите вот появляют появился такой эффект как дезориентация сейчас я нажимаю кнопку вправо вместо этого он у меня бежит влево очень сложно было к этому привыкнуть видите я вот сначала бегу в одну сторону потом в другую вот ну и соответственно когда включается вот безмолвие как раз о чем я говорил я соответственно не могу использовать ни одного заклинания вот как-то так в общем тут совсем немного остается вот единственное видите выход это использовать магию лечения ну кстати говоря я пожалел что я не прокачал ее в достаточной степени на самом деле нужно было именно это прокачивать не мечи не что-то другое а вот именно это ну да ладно сейчас уже задним числом вряд ли можно что-то исправить но тем не менее все-таки очень жаль что настолько долго игра задержалась я честно говоря сам уже по ней очень соскучился по ее такому нетрадиционному пожалуй юмору я думаю что и вы тоже ну сейчас пожалуй будет как раз тот самый момент а нет еще наверное два удара вот куда я сложил все порошки это был банк хорникона там как раз нужно было купить как это ключ туда и соответственно после этого можно им уже было воспользоваться поэтому соответственно у меня все мои сокровища лежат там ну я обязательно продемонстрирую где это находится а ну да вот еще один удар и вот как раз именно в этот момент или там за удар до этого он начинает выкидывать меня соответственно к золотому кубу ну ничего хорошо все то что хорошо кончается вот видите как непривычно когда здесь дезориентация когда ты не знаешь вот я ошибку за ошибкой допускаю это скорее уже даже от волнения как-то так мозг резко сжался да совершенно верно рассыпался и остались вот такие вот монетки с ключом быть не может как такому уничтоженному созданию как ты удалось убить может быть зеро может а теперь с вашего позволения я собираюсь пополнить свою коллекцию точнее может зеро может отлично ну и вот пожалуйста компенсация видимо нет вы победили четвертого стража и получили ключ от катакомб наконец-то наконец-то ну и сейчас я не могу переместиться ни в какое место кроме как в банк хорникона по-моему я как раз сейчас это и сделаю или нет довольно таки долго кстати говоря вот между сериями я записывался точнее проходил да совершенно верно так что-то я тут задумался а ну вот я посмотрел что я нашел ключ катакомб простите да совершенно верно а вот и банк хорникона и здесь видите какое сокровище хорошо что оно хорошо хранится ну что ж ладно друзья наконец-то удалось справиться с этим замечательным монстром я так думаю что в ближайшее время я продолжу проходить эту замечательную игру вот ну а что ж спасибо вам огромное за терпение напоминаю что с вами был Добрый Макс увидимся с вами в следующих сериях всем пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok